Срок действия сертификата о вакцинации у россиян сократился из-за программного сбоя. Федеральный оперштаб сообщил о проблеме в работе госуслуг. Напомню, после введения новых сертификатов, пользователи госуслуг начали жаловаться на сокращение их срока действия с года до шести месяцев. Документы снова начнут действовать год после того, как специалисты устранят сбой. Около 120 килограммов макулатуры сдали на переработку сотрудники филиала Рослесозащиты в рамках экологических акций. Такой объем они собрали за месяц. Тонна переработанной бумаги предотвращает выброс в атмосферу тонны СО2, позволяет тратить меньше электроэнергии и воды по сравнению с первичной изготовленной бумагой. Одна тонна бумаги вторичного производства сбережет от вырубки 24 дерева. Подобные акции планируют проводить в Рослесозащите и дальше. Ветеранов Великой Отечественной войны могут освободить от оплаты ЖКХ. Об этом сообщают известия. Законопроект отправлен в правительство страны. Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны предлагают компенсировать затраты на ЖКХ. Законопроект не раз отклонялся Госдумой. Теперь доработанный вариант снова отправили на рассмотрение. Денежные средства на возврат расходов предлагают выделить из федерального бюджета. Напомню, сегодня ветеранам компенсируют лишь половину расходов на оплату ЖКХ. Каждый второй патрон, который шел на фронт в годы Великой Отечественной войны, был изготовлен на Барнаульском станкостроительном заводе. Об этом знает каждый пятиклассник. По крайней мере, в школе номер 31. Музейная экспозиция, подготовленная ее учащимися, вошла в список победителей всероссийского конкурса. С историей эвакуированных заводов познакомилась и наша съемочная группа. Больше тысячи экспонатов насчитывают фонды музея «История Октябрьского района» Барнаульской школы номер 31. Ученики продолжают их пополнять, общаясь с родителями, бабушками и дедушками. Результаты своих исследований школьники выставляют на фестивалях. Во всероссийском конкурсе на лучшую выставку и презентацию на тему памятных событий в годы Великой Отечественной войны музей даже стал победителем среди участников Алтайского края. Самым активным активистом музея у меня был Вова, вот он самый первый у меня пришел. Поэтому мы решили с ним вдвоем сделать всю работу, принять участие в конкурсе. Честно скажу, не ожидали. Участников было много. Старались, надежда, конечно, была, потому что значимое событие. В конкурсной презентации творческая команда использовала материалы из своего архива. Акцент сделали на заводах Октябрьского района, работавших на фронт. В списке Кожевиной, вагоноремонтный, станкостроительный, котельный, завод транспортного машиностроения и меланжевый комбинат. Руководители этих предприятий делились с музеем материалами из своих архивов. Фотографиями, письмами, грамотами, образцами патронов и ткани. Архивная деятельность, все экскурсии, мне как-то нравится. Искать что-то в архивах, пытаться, это все интересно сам, что ты узнаешь из этого. После первого же опыта работы в музее, который оказался удачным, Вова решил продолжить исследовать свой район, город и край. Сейчас он готовится к конкурсу экскурсоводов, первый этап которого пройдет в онлайн формате. Юлия Шеламова, Алексей Михайлов, новости. Динамо Барнаул проведет заключительный матч перед уходом на зимний перерыв. На своем поле барнаульцы примут Тольяттинскую ладу. Встреча состоится сегодня в 15.00 без зрителей. Посмотреть матч можно на официальных страницах клуба в соцсетях. После паузы алтайские футболисты возобновят игры только 10 апреля. В Барнаул большой футбол вернется 21 апреля. Динамо примет второй состав Урала. На этом у меня все. Я напоминаю всем нашим телезрителям, что больше новостей вы всегда можете найти на нашем официальном сайте katun24.ru, а также в группах нашего телеканала в социальных сетях ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке и в Одноклассниках. Присылайте свои темы, а самых интересных расскажем в следующих выпусках новостей. Не переключайтесь, с вами была Анна Москаленко. Хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова